Юрий, мальчик мой, не надо так швыркать чаем. Дядя Аркаша всегда швыркает, вкуснее. Аркадий Борис не тот человек, с которого юность твоего возраста должен брать пример. Ну, здрасте. А что сразу мне предупредили? Я как дурак, беру, беру, а оказалось не оттуда. Что жизнь мне теперь вырастет? Ты не переживай, Юрочка, у нас бабушка шутит. Да я как бы тоже. Дядя Аркаша нормальный мужик, продвинутый. Не сонри же мне пример брать. Я, между прочим, не шутила. Я не хочу подрывать авторитет Аркадии Борисовича. Ну, подорвете, да? Так, а я не понимаю, почему это сонри пример брать нельзя? Ты что молчишь? А что мне сказать? Вот поэтому и нельзя. Вежливый он какой-то. Я так считаю. Подростку, который хочет чего-то в жизни добиться, нужен перед глазами настоящему живу. А чего же, интересно, добился Аркадий Борисович? Много чего. Он характер закорил, умеет принимать решения. Он мне в Третьяковке разрешил сигнализацию потрогать. С Лёшами грубо разговаривать. Вот. Вот стоило Светлане уехать, и все отбились от рук. Казанова, Казанова, назови меня так, мне нравится это слово. Ах ты, моя женщина, я там. Чего такие весёленькие-то, а? Зато вы, я вижу, убиты горем. По поводу отсутствия супруги. Екатерина Андреевна, гремучая вы моя ласточка. Ох, я сегодня такой добрый, аж самому противно. Знаете, вообще я золотой сделаю. Андрей, учись. Да. А бабушка запретила мне с вас пример брать. Говорит, вы в жизни ничего не добились. Ну, а зачем ты, Юра, обманываешься? Я так не говорил. И свидетелек. Вообще-то, говорили. Простите. Зато у нас бабушка Юра всего добилась. Сейчас, я встоку. А, она у нас жизнь прожила. Я? Я ещё не прожила. Прожила, прожила. И всё, вот это вот, всё, что вы делали 63 года, всё. Родыха не будет. Вы свою прожили и мою попытались. Но Парамонов не такой человек. Точно. Нет, конечно. Может быть, у меня достижений ноль. Кому я чё нужен? Поэтому, видимо, и буду сегодня давать интервью. В один из столичных журналов. На три полосы. С портретом на обложке. Это правда, папа? Да нет, нет, нет. Я не знаю, кому надо это там, всё это моё, это интервью. Может быть, журналу «Свиноводство Казахстана». А что, Анри, у вас в Африке так принято? Что, Анри? Анри молчит. Вот именно. На твоих глазах оскорбляют женщину, а ты... Бабушка, да никто не оскорблял. Все уже давно привыкли, что вы с папой так общаетесь. Только вот ты почему-то привыкнуть не можешь. Конечно, давай, защищай отца. А на мать тебе наплевать. Лучше бы об матери подумала. Господи, а мама-то тут при чём? Вот теперь я вижу. Конечно, она ни при чём. Марина, неужели ты действительно считаешь, что Аркадий Борисович побежал давать это мифическое интервью? Он так сказал. А, сказал. А, святая ты душа, Анри. Галстук, костюм, побрился, нарушился какой-то пакус. Конечно, всё ради этого интервью. Ну, а как он должен был пойти? В майке и в чешке? Всё-таки это встреча с корреспондентом. Ой, Марина, я тебя умоляю. Для корреспондента так ремнём не затягиваются. Он последнюю дырку застегнул, Саш Багровый. Хорошо. Дырка – это улика. Нет никакого корреспондента. Папа побежал на свидание. Нет, ну почему? Я думаю, что он кому-то даст это интервью. От него сейчас всякой подлости можно ожидать. Но то, что там корреспондента не будет, это точно. Ничего не понимаю. И кому же он будет давать интервью, если корреспондента нет? Ну, Андрей, это без сюрпризов. Там будет корреспондентка. Я вам даже могу её описать. Это манерная блондинка лет 25-ти. С глубоким деканте в обтягивающих шланах, коровьими ресницами и проколотым пупком. И как её зовут? Была какая-нибудь. Били Кристина. Андрей, милый, таких женщин нет. У нас бабушка сегодня немножко фантазирует. Она расстроена. Видишь, ведь про папу в журнале статью напечатала. И что? А про неё нет. О, ну какой же вы остроумный мужчина. О, так. А теперь скажите, как складываются отношения между оператором, режиссёром и актёрами на площадке? Ну, как складываются? Как я скажу, так они и складываются. По-вашему, кто главный на площадке? А режиссёр, если честно. Это типичная ошибка дилетанта. Нет, на площадке главный тот, от кого всё вот это вот зависит. То есть так? Ну, конечно. Вот дайте мне Брэда Питера. Джулия Робертс там. Режиссёра этого Михалкова. Ну, в конце концов, Спилдерга. Да это самый замечательный сценарий. Вы знаете, я с двумя линзами. Я вот ухайдахываю. Это так, что мама родная. Вы там на экране никого не узнаете. Супер. Да ну что? А позволите, я вас процитирую дословно. Нет, вот это вот как-то... Всё-таки это профессионально секрет, и это нескромно. Знаете, как напишите? Вот так вот, что без операторов было бы не телевидение, а радио. Это вроде бы как бы точно сказал, а в то же время никого нет. Ну, всё. Теперь остались простые вопросы. Да, пожалуйста. Вы женаты? Да. Какой же это простой вопрос? Это как раз... Знаете ли, это не простой вопрос? Добрый день. Что заказывать будем? Здрасте. Кофе, да? Два. А может, по бокалу мартини? Видите ли, Велла. Я иногда не пью. Велла или Белла, простите, я не расслышала. Что, пардон? Простите. Мне показалось, что что-то прилипло, а там пупок проходит. Значит, два мартини, да? Хорошо. Потрясающе вульгарный особо. На чём мы с вами остановились? Откуда такие берутся? Вот у нас на съёмочной площадке, если такой случай, вот... И эта розовая юбка? Здравствуй, тётя Клава из Кочетава. Как минимум. Пойди в Москве третью неделю, а уже хамит, как коренная. Я вспомнил, что вы спрашивали, вы про Пазолини спрашивали. Представляю, как это должно вас коробить. С вашими вообще художественными данными. Эта розовая юбка, как чупачок, прости господи, на двух палочках. Нет, меня уже как бы это перекоробило, но про Пазолини у меня готов ответ. Я помню, когда я стажировался в Италии... Корова, блин! Корова натуральная, говорю тебе, такая сидит мыра. Вот здесь вот всё, в бёдрах всё лобается. Пупок себе такое кольцо загнала, просто пупуаз. Извини, она ничего личного. Ничего, я же не пупуаз. В общем, сидит вся такая законченная стерва, как бабушка говорила. Спокойся. Ну, тебе легко говорить. Это не твой папа сейчас собирается жене изменить. Какой из двухсот? Что? Ну, у моего папы двести жён. Официально. И три тысячи наложниц. Или три с половиной, он не помнит. Так, это вот сейчас ты мне зачем сказал? Чтобы тебя успокоить. Спасибо. Нечего волноваться. Отец пошёл по рукам, и муж тоже не собирается нам не ограничиваться. Какие-то глупости-то говорили. Мы с Аркадием Борисовичем однолюбые, понимаешь? Многамные осыпи. О, ты бы видел эту осыпь в кафе. Сидит, воркует, как орёл. Да не воркует. Так, этот воркует. У него размах крыльев метров сорок, павлиний хвост, он и так, он и сяк. И вообще Мартини угощает, короче, седина в бороду без ребра. Так у него нет бороды-то. А зато ребра есть, целые, до тех пор, пока мама не приедет. Кстати, где он? Ромео наш, перезрелый. Кадий Борисович? Да. Ну, я ему долгался, как он пошёл его глазить. Это что, журналистика его так захватила, он опять собирается интервью давать? Да нет, ну, фотосессия. Сессия, значит. Да. Если мы его отпустим на эту сессию, мама нас не простит. Подожди, ну, как же нам его не отпустить-то? Ты в дурака играешь? Нет. Отлично, попросим папу тебя научить. Отвлекающий фактор должен быть сильнее, чем карта, понимаешь? Типа чего? Не знаю, там, цунами. Или мама бы твоя вернулась. Ну, уж точно, не карта. Напугал. Папа, напугал. Ты, Фринц, помнишь, что мы американку играем? Вы же говорили на желание. А я, может, всегда американку хочу. Шутка. Андрей, это термин такой, американка, на желание. Циц, не отвлекай мужа. Сейчас у тебя муж будет под столом кукарекаться. Зачем? Я всегда такое желание загадываю. Если проиграешь, кукарекаешь под столом. И не здесь, в кафе. Страшно? Зин. Просто непонятно, зачем. Ну, чтобы это веселее было, балда. Ну, чего ж ты молчишь-то? Давай, ходи. Напугал, смотри. А ну, его валить, навалить. Раз. О, понимаю. Трудно с копьем против авиации. Давай, ходи. Тебе типа научился, да? Зря веселитесь. Ничего, сейчас я еще пободаю. Не спи, ходи. А что ты не сказал, что у тебя тус остался? Ну, что, по правилам надо говорить? Да не слушай ты его, молодец. Вообще-то, знаешь, это не обязательно такое желание там кукарекать. Можно какое-нибудь другое там, например, посуду вымыть. Там, тарелочку небольшую. Смотришь, ты хитренький какой. Нет, мы сейчас тебе что-нибудь интересное загадаем. Ну-ка, сэц, папа, помоги, бедный Анри. Его в плотнике бетончики не взяли. Сказали, без подкидного в коллективе не уживется. А я из-за вас на фотосессию опоздал. А и хорошо, что опоздал. К мыуре этой крашеной. Чего? А то, смотреть противно. Он тоже мне секс-граната. С кольцом в пупке. Дернул, пахнул. Чего ты мне показываешь вот здесь вот? Что? Я ей эти пупки-то не разглядываю. Я ей это интервью давал. А за тебя мне вообще стыдно, ты знаешь. Пришла тоже мне современная девушка в розовом каком-то ужасном. Хорошо. Знаешь, Андрей, какое мы сейчас папе желание загадаем? Какое? Да? Угу. Давай. Угу. Любое давай. Эх ты, Громотей. Отстой пишется через О и через С. Вот, стой. Ладно. Суть-то понятна. Эх, Юрка, Юрка. Гляжу я на тебя, и сердце кровью обливается. Растёшь ты, как чертополоха. Быстро, да? Ну, нет. Без присмотра. Мужика у тебя настоящего перед глазами нет. Образца, так сказать, для подражания. Ну, дядю Аркадий, я решил ориентироваться пока. Ну, Аркадий Борис человек, конечно, достойный. Но, по совести сказать, хлипковат. Вот когда мы в Анголе... Чего в Анголе? По болотам ползали и в негра стреляли. Как, по вашему, хороший пример для подростка моего возраста. Мы, между прочим, выполняли там свой долг. Сколько вы были должны? Нет, не подходит. Дядя Аркадий, может, и хлипковат, но поставить себя умеет. Да? Ну, и что это он сумел? Да много чего. Женился с квартирой. Дядь-принц. Видик с работы принёс. Интериё с ним в журнале. Скоро напечатают. С портретом на обложке. Ну, это какой это журнал? Да уж не в свиноводстве. Дорого, в годном. Сергеич, ты опытный мужик. Вот скажи, если ты в карты про... проиграл в карты, обязательно отдавать надо. Много проиграл-то? Угу. Всё практически. Тогда надо отдавать. Если ты мужик, конечно. Ну ладно, дядя Аркадий. У нас в посёлке тоже один в карты проиграл корону. А что он сделал? Взял и продал её. А сам в город уехал. Так до сих пор его и ищут. Спасибо, племяш. Полегчало. Здрасте. Жарко сегодня. Мне только пять минут отсидеть надо. Аркадий Борисович, как хорошо, что я вас нашла. Да, это действительно большая удача. Мы вчера на фотосессию не пришли, а нам сегодня номер сдавать. А у меня не адрес вашего, но ничего. Я могу, могу. Но только давайте попозже. А зачем? Я с фотографом. Сейчас прям чикнемся. А, ну давайте. Раз надо, так надо. Серёж, как там по свету? Да свет-то нормальный, только вот фон грязный. А, вот лучше вон там, у Ёлкин. Знаете, я сам фотограф, поэтому фон, не фон, так это если что, на компьютере всё можно исправить. Давайте объясним. Ну-ка быстро встали, быстро чикнемся, и все будут счастливы. Давайте, давайте. А я объясню, я просто сейчас, как бы я не в форме, у меня брюки сейчас не глажат. Ну вы что без брюками, мы вас по пояс снимем. Я не могу. Ну да и начинается, и откуда ты их берёшь, стахановцев этих? Понятно, смотри. Ну правда, не будет фото, не будет интервью, и всем будет плохо. Давайте сейчас быстренько, раз и всё. Вы знаете, я вам сейчас объясню, мы сейчас снимаем большой сериал про шотландцев. Вот, и, как вы знаете, они все ходили в юбках. Время, старичок. Сейчас и всё, два слова. Значит, и, чтобы вжиться в образ, я тоже попробовал, как бы, вот это, в юбке. Очень интересно. Так вы ещё и актёр, значит? Да нет. Скорее дурак. Ну ладно. Действительно, будь что будет. Это не совсем шотландская единица. А пусть будет так. У меня фантазия большая, додуманная. Заметно. Ну и что, Андрей? Как ты себя чувствуешь? Вообще-то неловко. Да, неловко. У папы не напечатают интервью, о котором он мечтал всю жизнь, а тебе просто неловко. Ты непоследовательная. Это же было твоё желание, послать папу в юбке в кафо. Ну что с того? Я же не знала, что он пойдёт. Я так просто брякнула со злости. Ладно. Я виноват. Хорошо. И что будем делать? Слушай, вот почему я всё время должна за тебя думать? Ну давай рассуждать логически. Ты сорвал что? Интервью я сорвал. Значит, ты должен сделать что? Извиниться. Нет, не получается логически. Ты должен пойти в редакцию и уговорить их напечатать интервью. Хорошо. Стоять. А что ты им скажешь? А что скажу? Скажу, что виноват. И расскажу всё, как было. А ты что, хочешь папу окончательным придурком выставить? Нет. И не хотел с самого начала, если ты помнишь. Значит так. Брать ты не умеешь, поэтому ты скажешь. В общем, я не знаю, что ты скажешь. Говори, что хочешь. Только главное, чтобы они поняли, что папа серьёзный, достойный человек, у которого были очень веские причины надеть юбочку. Он честь свою защищал. Кто? Чью? Оператор Парамонов. Вы думали, что он в юбочке к вам просто так, а он честь защищал. Вы кто? Как вы сюда пропустили? Я так. Принц из Анзебурундии. Его зять. Ого, он мне про вас ничего не рассказывал. Естественно, он человек скромный. Скромный, солидный человек. Напечатайте его интервью. Милый мой, я бы с удовольствием. Мне самой этот материал вот так нужен. Так вот и напечатайте. Ну я не могу, меня юбка добила. Вы поймите, я три месяца искала в этом шоу-бизнесе простого трудягу. Без всяких позолений. С простым, плоским чувством юмора. Так вот же, вот. Я тоже так думала. Я была им просто очарована. Я ему говорю, я думала, что все операторы замкнуты. А он говорит, а я говорит, разомкнуты. Я чуть со стула не упала от радости. Нашла своего героя. А потом началось. И тебе Феллини, и тебе Позолини, и кто какой Брэд Питт на площадке. И в конце это юбка. Ну поймите вы, наконец, он же просто хотел вам понравиться. Он же совершенно другой человек. Он, он мальчика приютил из Сибири. Понимаете? Флемянника. И дал ему потрогать это... Что еще потрогать ему дал? Сигнализацию в Третьяковке. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Нахамил контролером, и мальчик теперь берется выпрямить. Вы не против, если я буду записывать нашу беседу? Вчера проиграл мне в карты. В бридж. В дурака. Папулечка. Ну, Папулечка. Андрей очень виноват перед тобой, но он все исправил. Все. Понимаешь, сынок, в жизни есть такие вещи, которые никогда не исправишь. Такие, как ты, например. Не сердись, Папулщик. Смотри, что мы тебе принесли. Яд. Это было бы кстати. Дорогой Аркадий Борисович, я специально сходил в редакцию журнала IQ. О, нет! Да, да, да. Твое интервью напечатали. Журнал прислали вместе с курьером. Что, серьезно, что ли? Да. Ну, но если это розыгрыш, робот-труппы. Не понимаю. Смотри. Что-нибудь фотография надо было просто не печатали? Они обещали. О, нет. Это же не по пояс. Ну, твой Парамонов, ну, всегда так. Ну, надо же, ну, не мог встретить жену с вокзала. Вот если бы не я, вот как бы ты все это дотащила бы? Ну, такси бы взяла. Светлана Алексеевна, с возвращением вас. Не люблю быть человеком, приносящим дурные вести, ну, вот. Что это? Ой, это... Ну, дано у вас, Кирилл Сергеевич, прям, я не знаю, прям с этими шуточками Аркашиной интервью уже напечатали, смотри, смотри, смотри. Нет, а что это он? Что он, в юбке, что ли? Ну, это, ну, конечно, что Парамонову не знаешь, как отмочить, чего-нибудь. Вы заголовок-то, заголовок прочитайте. Ага, да, наверное, Аркадий придумал. Разомкнутый чудак. Как? Там что, что, что ли? Да, чудак. Правда. Ну, шрифт у них какой-то неразборчивый. Не напечатают, а смотрите, а дома что творит, телефон просто разрывается. Что, с работой поперли? Наоборот, работу предлагают. Говорят, открыли новые грани. Нам говорят, нужны такие раскрепощенные или как-нибудь разомкнутые. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры подогнал «Симон»